А сразу после студии ОТВ Кубок ФИФА доставили на ЧТПЗ в цех высота 239. Почему для первой открытой презентации выбрали именно эту площадку, знает Егор Хвисёк. Он сопровождал бесценную награду. Серия закрытых презентаций Кубка Чемпионата мира по футболу в ФИФА в Челябинске заканчивается. И главный трофей Мондиаля начинают показывать широкой общественности. Буквально сегодня утром он побывал в одной из студий телеканала ОТВ в гостях у ведущих программы «Наше утро». И сразу после этого отправился в Ленинский район города на Челябинский трубопрокатный завод в цех белой металлургии высота 239. Хочу отметить, что для охраны Кубка предпринимаются особые меры безопасности. С ним постоянно путешествует целая бригада охранников. И именно во время транспортировки фотографировать и снимать его нельзя. Но после того, как он установлен на стеклянную витрину, можно подойти близко и сфотографироваться. Три, два, один. Снимаем! Помимо сотрудников Челябинского трубопрокатного, возможность увидеть легендарный трофей получили также воспитанники местной детской спортивной школы по футболу «Восход». И хочу отметить, что отличие от закрытой презентации видно сразу же. Ребята фотографируют представителей организаторов. И через несколько секунд они уже получают в руки распечатанный снимок с Кубком. Челябинский трубопрокатный завод считается одним из самых спортивных для его работников. Футбол действительно играет ключевую роль в жизни ежегодно. Здесь проводится внутренний чемпионат по футболу. Именно поэтому на презентацию Кубка сборная команда цеха высота 239 пришла не в привычных белых халатов, а в своей спортивной форме. Безусловно, трофей чемпионов мира – это вершина для всех футболистов и интересующихся людей футболом. Поэтому для нас огромная честь, что именно на нашем заводе, на нашей отчизне мы можем увидеть этот Кубок вживую. На этом путешествия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA в столице Южного Урала не заканчиваются. Уже сегодня вечером он побывает на чемпионате детского дворового футбола «Митрошка». А завтра на еще одном спортивном событии соревнований по футболу между воспитанниками детских домов и интернатов. Кроме того, 22, 23 и 24 числа Кубок привезут в торгово-развлекательный комплекс «Алмаз». И там сфотографироваться с ним возможность получит любой желающий горожанин. Сразу же после этого Кубок отправится в дальнейшее путешествие, тура и посетит еще 13 городов страны. Егор Хрисук, Борис Абрамов, ОТВ.